привет бро меня зовут пози сегодня мы с тобой будем читать странные истории из жизни этой истории не про школу не про фердёшь и даже не про говно это нормальная история от подписчиков которая попросил вас написать свою группу вконтакте так что лепи лайкосик подписывайся на мой канал и погнали дело было так когда я позвонил другу чтобы пойти погулять и когда мы с ним встретились а я запятых не вижу когда мы дошли до озера то бегали по маленькому мостику и вдруг я подскользнулся и уцепившись за шорты друг упал в воду вместе со шортами а в беседке сидели девочки и я его опозорил ой какая жестокая история я короче и вчера ел пупкорн 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 только сейчас задумался насколько это странно звучит пупкорн и смотрел фильм ужастик со своей девушкой кому ты рассказываешь сестра это твоя была короче смотрели и ба цвет выключили и потом конечно моя девушка испугалась но я тоже потом я пошел взорил как это ну такую штуку забыл ну и вот все включили обратно ну потом оказалось что это я случайно выключил свет бывали истории намного страшнее к примеру однажды у меня лопнула лампочка знаете есть такие небольшие светильники которые висят над кроватью ночник и эти стеклышки чуть не полетели в меня печально заходит значит троллейбус парень и кричит таким мерзким голосом за проезд передаем так кондукторша свалила вместо себя того пацана посадила пропустил треню то самое чувство когда ты не заплатил за проезд и давайте что-нибудь новое придумаем к примеру однажды я гуляла около рынка там живет очень много голубей и я любила их гонять я заметила голубя который не улетал подойдя поближе поняла что он не может потому что он больной я побежала к ветеринару который как раз был рядом я и все рассказала и она дала мне коробку чтобы я этого голубя принесла я полчаса его ловила когда я его поймала и принесла ветеринар сказал чтобы я пришла потом с родителями и они заплатили 200 рублей я принесла голубя обратно и увидела кота я не могла отпустить голубя когда рядом был кот кажется знать чем это закончится я выбросила каких-то людей спрятать голубя они его спрятали и я пошла домой через какое-то время я поняла что голубя надо кормить и побежала к рынку когда я пришла и заглянула в коробку его уже не было и больше я его не видела да нормально все с ним просто улетел история не про говно я такой иду по улице с другом вижу собаку она присела и пока ты серьезно я же просил истории только не про это нет нет фиг тебе позе упрекая своего друга в нетрадиционной ориентации сами не знаем как это в голову пришло начали друг друга дразнить и гейской шутки я добавила то что он на пару сантиметров ниже меня он так дулся что решил поспорить со мной на кое-что если он проиграет то не удивляйся когда на следующем вид вести к тебе придет парень в костюме горничной и будет признаваться в любви пока я буду плакать от смеха и снимать это на видео было бы забавно увидеть парня в костюме горничной напоминает одну небольшую историю но я вам ее не буду рассказывать просто скажу что она плохо закончилась идем дальше однажды с ансамблем полетели на выступление в испанию и когда наспел день выступления девочки забыли в номерах платки туфли и ленты а мальчики сапоги и ремни и мы все уже в народных костюмах побежали за всем этим видели бы лица сотрудников отеля вот примерно такое лицо у них было но залез кто-то в подвал и начали орать блин две дуры это я и уля и давай там с фонариком бродить зафиг мы туда полезли бабушки которые сидели около подвала думали что сатана поселился там у меня кот и пёс дома оба мальчики но пёс думает что мой кот это собачья самочка в общем он дерет моего кота а вышел я на улицу смотрю там собака подошел к ней это оказалось моя девушка если по на у тебя еще и было потом вспомнил что у меня нету девушки пошел в туалет за туалетной бумагой обтер лицо пошел гулять по дороге нашел шоколадку съел оказался в радуге увидел жрать как короче о снова упортое наркомания а даже когда я был в лагере тэквондо у нас была растяжка перед отработкой ударов в этот день я надел ужасно неудобные для этого дела шорты очень узкие из-за них я не мог нормально сделать удар ногой делал очень низко это увидел наш тренер подошел и сказал и я сделал что он сказал но тут случился казус шорты разошлись и все дети которые занимались в этом зале подумали что я пёрнул тогда мне было так стыдно но я даже сам себя поржал когда увидел эти шорты после занятия конец главное не унывать в таких ситуациях если у тебя порвались шорты то просто сделай вид что у тебя отвалилась нога ну типа упади и начни жестко орать когда к тебе все подбегут и резко сани уйди как-то раз я сидел смотрел позе и вдруг планшек разрядился и я его зарядил вот так история как-то раз на уроке я подошел к учителю и стянул с него штаны оу 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 полегче он офигел и ударил меня в лицо я расплакался и нажаловался директору потом его уволили это чё было блин решила прогулять урок и села в кабинку туалета сидела играла в телефон тут слышу шаги думаю девочка какая-то шаги усилились и двигаются к моей кабинке думаю не страшно вдруг на кабинку напрыгивает парень старше меня на год сижу молчу он тоже молчит очень интересная ситуация помолчали так минуты две он поздоровался и ушел на этом ваши забавные странные истории подходят концу осталось всего лишь тысячу историй потом как-нибудь с ними справлюсь возможно лет через сто спасибо за просмотр обязательно ставьте лайки если была какая-то жизнь а то тоже ставьте лайкосик подписаться на мой канал а оставить комментарий крутой комментарий ты можешь тоже написать какую-нибудь крутую историю я возможно ее возьму в следующий свой ролик но также спасибо за просмотр всем